Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Hello and welcome to my channel! Урок номер 246, lesson number 246 out of 366. И номер один у нас повторение. Here we review vocabulary or grammar. Сегодня мы повторим глагол. Глаголы... Глагол зарабатывать. Зарабатывать. Хорошо. So, зарабатывать means to... Зарабатывать means to earn, to make money. Зарабатывать. 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 This is imperfective. Perfective is заработать. 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 Зарабатывать. Заработать. Imperfective. Perfective. To earn money, to make money. Imperfective. Perfective. Process. Result. Something that is done regularly. One-time action. Finished action. Can be used in present, no present, only past and future. Например, for example. Я зарабатываю большие деньги. Я зарабатываю большие деньги. Большие деньги. Я зарабатываю большие деньги. I earn big money. I earn a lot. I make a lot of money. Я зарабатываю большие деньги. Я зарабатываю большие деньги. So, I'm in process. It's a process. It's not a finished action. I'm still in process. So, I will use imperfective. Зарабатывать. Not perfective. One-time action. Finished action. Он заработал на этом много денег. Он заработал на этом много денег. He earned on this a lot of money. He made on this a lot of money. Он заработал на этом много денег. The action is finished. Done. This is perfective. He already made this money. Идем дальше. Номер два. Глаголы. Verbs. Глаголы. Here we will talk about today's verb in imperfective and we are going to conjugate it in present. Today's verb is высказывать. 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 Высказывать means to express, to say something. Высказывать. To say your opinion. To say what you have in mind. To express your position, your opinion, your point of view. Например, я всегда высказываю своё мнение. Я всегда высказываю. Я всегда высказываю. Высказываю. Я всегда высказываю своё мнение. Мнение. Я всегда высказываю своё мнение. I always express my opinion. Я всегда высказываю своё мнение. Почему ты не высказываешь свою позицию? Why are you not expressing your position, your point of view? Почему ты не высказываешь свою позицию? Хорошо. Он, она высказывает свою точку зрения. Он, она высказывает, высказывает свою точку зрения. Мы высказываем, we express, мы высказываем свои соображения. Мы высказываем, высказываем, мы высказываем свои соображения. Со-бра-жи-ни-я, соображения по этому поводу, по этому поводу, по этому поводу, поводу. Мы высказываем свои соображения, по этому поводу. We express our thinking, what we think, what opinion do we have about this, about this, по этому поводу. About this topic, regarding this topic. Мы высказываем свои соображения по этому поводу. Хорошо. Вы высказываете. Вы высказываете ваши опасения? Вы высказываете ваши опасения? Ваши опасения, опасения. Do you express your fears? Вы высказываете your something that holds you, опасения. опасения, our concerns, yeah. So, вы высказываете ваши опасения? Do you express your concerns? Вы высказываете ваши опасения? And the last one is, они высказывают, they express. Они высказывают свои претензии, они высказывают, высказывают, высказывают свои, свои претензии. Они высказывают свои претензии, они высказывают свои претензии, they express their, претензии are, their, the things that they don't like. Претензии, they express their claims, they express their claims, they express their claims, они высказывают свои претензии, они высказывают свои претензии. Хорошо, номер три, глаголы, verbs, again, this time, same verb, but in perfective aspect, and we are going to conjugate it in past tense. So, imperfective was высказывать, perfective is высказать. Высказать. We will have three conjugations here, masculine, feminine, and plural. Masculine is высказал, expressed, finished action, feminine, высказала, so she expressed, она высказала, and plural высказали. Хорошо. Итак, я высказал свою гипотезу. Я высказал, or feminine, высказала свою гипотезу, so I expressed, or I conjectured my hypothesis. Я высказал, or feminine, высказала свою гипотезу. Отлично. Дальше. Ты высказал свое недовольство? Ты высказал, высказал, or if you are asking a woman, ты высказала свое недовольство? Did you express your, um, your, um, claim? Your, um, ты высказал, высказала свое недовольство? Свое недовольство. Недовольство. Недовольство is when you are unsatisfied about something, you don't like something, you are not happy with something. Хорошо. Он, она высказал, or высказала свои замечания. Он, or она, высказал, высказал, or feminine, высказала свои замечания. 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 He or she expressed his or her замечания. Remarks or comments. Он, она, he or she expressed his or her remarks. His or her comments about something. Замечания. Замечания. Хорошо. And the last one is plural. Мы, вы, они, мы, вы, они высказали. 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 Вы, you, they, expressed свои предложения. Свои предложения. Пред-ло-жи-ни-я. Предложения. Вы, you, they expressed their proposals, their offers. Their ideas, предложения. Идем дальше. Номер 4. Idioms or sayings. Idioms or sayings. And today's idiom or saying is... Доброе имя. Доброе имя. Доброе имя literally means a kind name, a good name. Доброе имя. Basically, it means a good reputation. Например, я хочу восстановить его доброе имя. Я хочу восстановить, 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 его доброе, доброе имя. Я хочу восстановить. I want to bring back his good name, his reputation. Я хочу восстановить. I want to восстановить. I want to restore. I want to restore his good name, his good reputation. Я хочу восстановить его доброе имя. Я хочу восстановить его доброе имя. Хорошо. Номер 5. Выражение. Expressions. Выражение. Выражение. And today's expression is... Злой гений. Злой гений. Злой гений. Злой гений. Злой гений. Злой гений захватил мир. Злой гений. Злой гений захватил мир. An evil genius took all the world. Захватил. Захватил. Captured. Captured the world. Захватил мир. Захватил мир. Хорошо. Номер 6. Грамматика. Грамм. Грамм. Грамматика. So. Today we are going to talk about the verb напоминать. With the dative case. Напоминать means to remind. It is imperfective. Perfective is напомнить. Напомнить. Напоминать. Напомнить. To remind. Напоминать, напомнить, кому. To whom to remind. Напоминать, напомнить. Кому and this whom, this кому, this person, will be in dative case. Например, for example, я напоминаю студентам об экзаменах. Я напоминаю, I'm reminding, я напоминаю, напоминаю кому, to whom, to students. So, студенты will become студентам, in dative, студентам об экзаменах. I remind students about exams. Кому? Студентам, dative case. Я напоминаю студентам об экзаменах. This is imperfective, perfective, напомнить, one-time action, finished action. Итак, он напомнил другу о документах. Он напомнил, напомнил, he reminded, напомнил. The action is finished, done, so this is perfective. Он напомнил кому, he reminded, to whom. Он напомнил другу. So, друг will become другу, in dative case, о документах. Документах. О документах. He reminded his friend about the documents. Он напомнил другу о документах. Он напомнил другу о документах. Хорошо. Now, number seven is a dialogue. Dialogue. Итак, он кажется равнодушным. Он кажется равнодушным. Он кажется равнодушным. He seems like an indifferent person. Like a равнодушным. Yeah, indifferent person. He seems like an indifferent person. Он кажется равнодушным. Нет, он отзывчивый человек. Нет, он отзывчивый. Нет, он отзывчивый человек. Нет, он отзывчивый человек. And the last part, номер восемь, у нас короткая история. A short story. Короткая история. И первое предложение. До приезда в Россию я думал, что здесь по улицам гуляют медведи. До приезда, приезда в Россию, я думал, что здесь по улицам. Before coming to Russia, до приезда в Россию, я думал, что здесь по улицам гуляют медведи. До приезда в Россию, я думал, что здесь по улицам гуляют медведи. Конечно же, это стереотип. Конечно же, это стереотип. Конечно же, это стереотип. Конечно же, это стереотип. Россия – современная и богатая страна. Россия – современная и богатая страна. Россия – современная и богатая страна. Я уже хорошо говорю и понимаю по-русски. Я уже хорошо говорю и понимаю по-русски. Хорошо, давайте ещё раз прочитаем. Let's read it one more time and we are done for today. До приезда, before coming в Россию to Russia, я думал, I was thinking, so it was a process when I was thinking about it, so this is imperfective, что здесь по улице, that here on the street гуляют медведи. Bears are walking, are taking works. Гулять is to take a walk. Конечно же, это стереотип. Of course, this is a stereotype. Россия – современная. Россия is modern. Современная means modern. And it will end with aya, because Россия is feminine. И богатая страна. Same here, rich country. Я уже хорошо говорю и понимаю по-русски. I already speak in perfective, because I speak. It's not a one-time action, not a finished action. И понимаю, and I understand по-русски in Russian. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами завтра. Don't forget to read this short story for at least 10 times. Then say it out loud without looking at your notes. It will improve your speaking skills and pronunciation skills. Спасибо большое. Целую вас, чмоки-чмоки.